спорт это одно из самых эффективных средств для изменения состояния человека именно спорт поможет измениться человеку на 180 градусов грустного сделать веселым раздражительного и нервного умиротворенным больного вылечить и поставить на ноги о здоровье сегодня и поговорим а именно о детоксикации с помощью спорта детоксикация очищение вывод из организма вредных веществ шлаков и токсинов давайте разберем что происходит во время детоксикации в организме и почему существует ряд причин загрязнения организма систематическое неправильное питание некачественными продуктами с нитратами гмо и прочими вредными составляющими отравления с последующими пагубными влияниями на внутренние органы интоксикация после медикаментозного лечения лекарственными препаратами плохая экология перенесенные стрессы с появлением жизни такой проблемы естественно никто не задумывается о спортзале а когда острые воспалительные процессы позади ускорить выздоровление и активировать реабилитацию можно именно занимаясь спортом что нельзя однозначно на начальном этапе противопоказаны тренировки с большим весом это негативно скажется на состоянии организма устраивать слишком изнурительные кардио тренировки не рекомендуется это также неблагоприятно скажется на работе сердца одним словом не стоит впадать в крайности слишком много слишком долго слишком быстро либо натощак что можно во время детоксикации с помощью спорта лично мне импонирует работа в тренажерном зале разнообразное оборудование позволяет построить тренировочную программу таким образом чтобы достаточно пропотеть ускорить обмен веществ через потожировые железы усилить выход шлаков и токсинов из организма при этом оградить организм от повышения внутрибрюшного давления например работа в тренажерах с фиксированным корпусом от перегрузок суставного аппарата так как перенесенная болезнь зачастую сказывается на работе суставов рассмотрим примерную программу работы в тренажерном зале с целью детоксикации очищение организма период реабилитации кардиоразминка 5-10 минут это может быть ходьба на дорожке не пех а именно ходьба орбитрек или велотренажер такая работа разогреет организм в щадящем режиме для коленных суставов и поясницы делаем блок силовых упражнений на тренажерах тяга блока сверху снизу различные жимы в тренажерах эти упражнения выполняются сидя спина фиксируется брюшная полость не перенапрягается при работе в тренажерах нагрузку мышцы получают локально организм не испытывает резкого стресса при этом кровообращение усиливается в результате такой умеренной физической активности наши органы очистки печень почки легкие кожа получают дополнительный сигнал к действию внешний раздражитель который усиливает и стимулирует их работу по очистке и выводу вредных веществ из организма печень участвуют обеззараживание кишечных ядов продуктов распада белков кишечники при умеренных физических нагрузках количество продуктов распада начинают увеличиваться почки при нагрузке количество мочи увеличивается за счет прохождения большего количества крови через почечные фильтры важность работы почек в том что они выводят из организма воду и конечные продукты обмена веществ при нагрузках почки вырабатывает эритропоэтин гормот который способствует насыщению и переносу кислорода в крови кислород способствует решению большинства проблем физические нагрузки сопровождаются повышением артериального давления в результате почки вырабатывают фермент способствующий понижению артериального давления укреплять связку сердце почки можно с помощью физических нагрузок поддержание нормальной массы тела контроля уровня глюкозы и липидов крови контроля артериального давления в результате таких тренировок риск бытовых скачков давления минимизируется физические нагрузки способствуют выводу из организма уже отработанных и деактивированных ядов через оставшиеся две системы кожу с потом и через легкие в виде испарений второй положительный и очень важный момент во время тренировки вам захочется больше пить принимая дополнительную порцию воды мы разжижаем кровь физическая нагрузка заставляет кровь быстрее циркулировать по телу в итоге больше полезных веществ поступает в клетке самое очевидное преимущество любой физической нагрузки это усиленное потоотделение спорт во время которого вы потеете способствует детоксикации завершить такую тренировку можно кардиозаминкой арбитрек беговая дорожка или велосипед при работе в тренажерах мы где-то сидели где-то лежали поэтому в конце тренировки снова активируем общее кровообращение восстанавливаем дыхание самый приятный и очень важный момент водные процедуры после обильного потоотделения необходимо очистить поры чтобы тело дышало душ возможно гидромассаж можно подобрать варианты сауны или бани но по предварительному согласованию с врачом после тренировки необходимо поесть что и в каком количестве это индивидуально и об этом поговорим в следующих видео организму нужны силы для восстановления следующее что вы почувствуете после тренировки это эмоциональный подъем тело получит порцию эндорфинов и повысит настроение а это главный этап выздоровления как только вы научитесь принимать себя спортивным и здоровым поменяете питание состояние вашего организма однозначно изменится есть две категории людей от них все время обсуждают свои болезни живут ими в мире таблеток и больниц другие живут активно да они тоже болеют но благодаря спорту каждую неудачу или болезнь воспринимают как нечто временное скоротечное и незначительное а кто вы выбирайте